Здравствуйте! В последнее время с чем только не сравнивают автомобили. И с женщинами, и с животными, и с бытовой техникой, и даже с кухней разных народов мира. Оно и понятно, ведь на самом деле автомобили не отличаются друг от друга так сильно, чтобы каждый раз искать в них что-то новое. Мне, например, больше нравится история с кухней. Но вот в чем загвоздка. Сегодня у нас в меню два блюда. И оба родом из Японии, так что придется постараться, чтобы расставить акценты. Хотя в нашей стране это не такая большая проблема, ведь каждая забегаловка у нас имеет свое мнение о том, как готовят на родине самураев. Иногда в меню пишут даже что-то вроде истории, мол, это любимые роллы императора Японии. Правда, без уточнений. Складывается впечатление, что за все это время в Японии был только один император. Но, тем не менее, у нас тоже есть своя история. Вот, например, Mitsubishi Outlander. Это уже второе поколение. Первое поколение всем известно. Его можно сравнить с роллами. С теми, которые делали из плавленого сыра и обрезков обветренной рыбы. В общем, полная гармония дешевых материалов и скучного дизайна. Но тогда это блюдо было редкостным, и поэтому разлеталось на расхват. Новый Outlander – его полная противоположность. Изящные черты и эффектная внешность. Никаких суррогатных материалов, только качественный продукт. Выглядит как блюдо высокой французской кухни. Отчасти так и есть. Ведь на базе Outlander созданы еще два кроссовера. Оба французских. Citroën и Peugeot. Такое ощущение, что из привокзальной столовой мы попали в модный ресторан. Но отчасти так и есть. Ведь за Outlander предыдущего поколения просили 25 тысяч долларов, а за этот попросят уже все 40. Honda CR-V тоже особенно представлять не нужно. По России уже ездят два поколения этой машины, и это будет третья. Но Honda CR-V первого поколения не ассоциировалась с суррогатными продуктами. Она очень неплохо смотрелась и обладала даже изяществом. А вот машина третьего поколения напоминает, что Roll'ы не такой уж и низкокалорийный продукт. От них тоже можно потолстеть. Впрочем, смотрите сами. Формы заметно потяжелели. Передний бампер висит вторым подбородком. А боковые линии пролегли жировыми складками. В общем, какая-то пропаганда нездорового образа жизни. Особенно на фоне поджарого Outlander XL. Но хватит разглядывать. Пора приступать к дегустации. Начнем, пожалуй, с Outlander. Ведь незнакомый ресторан мы выбираем по вывеске. Так сказать, по эффектному экстерьеру. А Outlander в этом плане выглядит гораздо интереснее. Да, уровень наших знаний об автомобилях постоянно растет. Но до сих пор есть много людей, которые в первую очередь ориентируются на внешность. И для таких людей Outlander это как новогодний подарок под елкой. Красивая игрушка в подарочной упаковке. Теперь нам предстоит узнать, удобно ли пользоваться подобной игрушкой. Но, безусловно, стоит признать, Outlander здорово продвинулся в плане стиля и внешней привлекательности. Но он не единственный участник нашего теста. Пора поговорить о его сопернике. Наши придирки к внешности этой машины вызваны в первую очередь тем, что предыдущие версии этого кроссовера все же были гораздо элегантнее. Но, во-первых, красота – вещь субъективная, кому-то такие формы наверняка понравятся, а во-вторых, не все выбирают машину, ориентируясь на внешность. Есть и те, кто обращает внимание на технические параметры. А по этим показателям Honda CR-V достаточно сильный соперник. И у него есть козырь, который Outlander вряд ли удастся побить. Это его цена. Над внутренностями Outlander чувствуется потрудились. Как над интерьером ресторана, где собираются выставлять взрослые ценники. И здесь присутствует спортивная эстетика. Два глаза на приборной панели. А тут кое-что вообще из мира большого спорта. Подрулевые переключатели сделаны немного эпатажно. Зато удобно. До них можно дотянуться при любом положении рулевого колеса. Здесь есть кое-что еще, что намекает нам на спорт. Отделка передней панели. При определенном углезрении может показаться, что это карбон. Переключатели климатической системы с окантовкой под алюминий. И самая интересная штука. Регулировка раздаточной коробки в трех положениях. Передний привод, полный привод и полный привод с блокировкой межосевого дифференциала. В общем, интерьер Outlander под стать его внешности. Здесь достаточно изящных решений и эстетских штучек, чтобы в эту машину можно было влюбиться. Но жизнь слишком длинна для одной любви, поэтому Outlander рассчитывает не только на эмоции своих владельцев. Здесь есть много иррационального. Места немного, но достаточно. Отделка сидений кожи и помимо китча это еще и очень удобно, особенно на наших дорогах. А в плане оснащенности Mitsubishi Outlander тоже очень неплох. Хотя климат-контроль здесь нераздельный. В первый момент может показаться, что на Хонде автоматическая коробка. На самом деле это рычаг стояночного тормоза. Рычаг коробки чуть выше и коробка здесь механическая. Шесть ступеней должны как-то компенсировать отставание в мощности, ведь на Хонде всего два литра против трех литров у Outlander. Взяв эти автомобили, мы для себя хотим решить вопрос, а нужны ли под капотом такого класса автомобилей бесчисленные табуны лошадей. В целом в салоне Хонды здорово, но немножко попроще, чем в Outlander. Здесь те же два перчаточных ящика, правда нет обдува, как в Outlander, для того, чтобы летом превращать все это дело в холодильник для напитков. Места в салоне Хонды побольше, что, конечно, удобно, но в какой-то степени лишает уюта. CR-V, кстати, в плане оснащенности мало в чем уступает Outlander, а кое в чем даже превосходит. Здесь, например, климат-контроль раздельный, а это, кстати, неплохая заявка на роль лучшего семейного автомобиля. Эта функция позволит не ссориться хотя бы по поводу температуры воздуха. Но салон матерчатый, а значит, не очень практичный. Ну что ж, с уровнем комфорта, который предлагается тем людям, которые за вестят обед платят, мы разобрались. Outlander предлагает утонченную эклектику, а CR-V по-американски большое пространство, без особого внимания к мелочам. Но все-таки о задних пассажирах. Автомобили такого класса не предполагают какой-то излишней технической оснащенности для пассажиров заднего ряда. Ее здесь действительно нет, поэтому сконцентрируемся на том пространстве, которое предлагают оба автомобиля. В Хонде объективно этого пространства больше. И голова не стучится об потолок, и коленями не приходится массировать спину пассажиров передних сидений. Но главное, главное – это дверной проем. Хонда сама страдает от излишеств, поэтому и от своих пассажиров она не требует особой спортивной формы. Давайте проверим эту разницу с помощью вот такого вот циркового трюка. Если мы попробуем взять этот метр и приложить его к проему двери, то увидим, что остается еще пространство. В Mitsubishi выглядит немножко по-другому. Этот круг приходится еще немножко ужимать. Так что пассажирам заднего ряда не нужно запускать свою фигуру. Но на этом цирковые фокусы не заканчиваются. В багажнике Outlander специально для вас показывают свое представление дрессированные сидения. Для этого особо делать ничего не нужно. Просто так вы можете посмотреть за чудесами эквилибристики. Нажимаете кнопку и смотрите на результат. Впечатляет эффектно, а главное – очень удобно. Жаль, что обратно разложить сидение таким же образом не удается. Но легким движением руки вслед за первой можно отправить и вторую часть сидений. Они, кстати, раскладываются в пропорции 40 на 60. Потом открываем задний бортик, который помимо удобства загрузки позволяет здесь сидеть еще и двум пассажирам. Общий вес, который выдерживает эта конструкция – 200 килограмм. Что, согласитесь, более чем достаточно. А чтобы этим двоим не было скучно, для них в багажнике предусмотрен самый мощный элемент аудиосистемы автомобиля – сабвуфер «Рокфорд Фосгейт». В багажнике «Хонды» не устраивают цирковых представлений. Здесь все по-другому. Здесь нет специальной откидной полочки, которая облегчает загрузку и дает возможность двум уставшим в дороге пассажирам посидеть и передохнуть. Да и сидеть тут, в общем, незачем. Как видите, сабвуферов тут тоже не предусмотрено. Зато есть вот такая вот интересная полочка. Она позволяет разделить весь груз на две части. То, что побольше и потяжелее – сюда, а то, что полегче и поважнее – сюда. В принципе, все важное должно войти сверху, потому что эта полочка готова выдержать груз весом в 10 килограмм. Во внешности «Аутлендера» много намеков на спорт. Да и в интерьере их тоже хватает. Но как это воспринимать, как серьезное предложение или как потоги на псевдоспорт? Об этом нам еще предстоит узнать. Ведь единственный способ узнать реальность этих обещаний – проверить это на практике, чем мы сейчас и займемся. А заодно получим ответ на интересующий нас вопрос. Нужны ли таким автомобилям мощные моторы? Ведь, положа руку на сердце, двух литров вполне достаточно, чтобы уверенно передвигаться по дорогам общего пользования. А иногда даже за их пределами. Или это только так кажется? «Хонда CR-V» принадлежит к автомобильной семье, которая не чуждо спортивно-активного взгляда на жизнь. Поэтому несколько странно, что CR-V ограничено потолком в 150 сил. Но передаточные числа коробки подобраны удачно. Старт с места бодрой и динамика разгона приемлемая. В семье Mitsubishi тоже богато со спортсменами. Так что задор Outlander имеет генетические предпосылки. Подвеска достаточно жесткая, но в меру. Еще чуть-чуть и стало бы некомфортно. А так именно то, что нужно, чтобы водитель Outlander мог реализовать возможности этой машины не только по прямой. Управляемость XL на высоте. Не зря машина не переставая предупреждает непристегнутых пассажиров о том, что они совершают ошибку. Outlander располагает в динамичной езде. Тормоза, кстати, этому полностью соответствуют. Несколько лет назад я ехал на предыдущем Outlander по горной дороге. Тот тоже был с автоматической коробкой. Тогда мне так и не удалось его пришпорить, чтобы он хоть как-нибудь ехал в гору. Я еще подумал, может они забыли поставить сюда мотор. Сейчас я еду на этом и понимаю, куда они тогда дели этот мотор. Они поставили его сюда, как второй. Динамика фантастическая. Да и переключатели подрулевые, они здесь очень к месту. Реакция на нажатие фантастическая. Вот смотрите, нажимаю, переключается. Еще раз нажимаю, еще раз переключается. Руль острый, практически как на Evolution. И так и подмывает. Проверить может он тоже в два оборота. Тормоза информативные. И вообще, машина слушается, как прилежный официант. Понимает с полуслова. Повороты проходят, как по трамвайным путям. И практически без кренов. Но что это? 19 литров! За что? Простая арифметика. 3 литра объема. 220 лошадиных сил. И тонна 700 веса самого автомобиля. При таких данных уравнений не должно получаться результатов 19 литров. Может здесь просто завелся солитер? Хотя шли разговоры о том, что на Outlander нового поколения будут ставить двигатель от Peugeot. Видимо, эти разговоры были не напрасны. CR-V спокойнее в планете имперамента. Учитывая 150 лошадиных сил мощности, на ней даже не хочется отжигать. Но едет она вполне достойно. Интерьер, внешность, динамика движения, все здесь находится в гармонии. И даже комфорт поездки соответствует этой стилистике. При 2 литрах объема двигателя расход всего 10,5 литров. Так что с обменом веществ у нее все в порядке. Вот с чем здесь проблемы, так это с управляемостью. Весчит она в поворотах на резких траекториях. Но с другой стороны, где вы видели, чтобы людям с излишним весом легко давались физические нагрузки? Теперь пора ответить на тот вопрос, который мы задали в самом начале программы. Нужны ли кроссоверам мощные двигатели? Ведь они, хотя и не полноценные внедорожники, все же центр тяжести у них достаточно высоко. Еще недавно ответ был бы один. Мощный двигатель на таких машинах – это пижонство. Сегодня ответ уже другой. Современные кроссоверы за счет настроенной подвески мало в чем уступают по управляемости легковым автомобилям. Так что нужна мощность или нет, сегодня зависит только от пристрастий водителя. Среди наших участников трудно выбрать победителя. Mitsubishi Outlander, конечно же, изменился гораздо существеннее по сравнению с предыдущей моделью. Но он здорово прибавил в цене. Так что многие владельцы Outlander могут оказаться не готовы сохранять лояльность марки. Хотя по сути, Outlander XL – это совершенно новый автомобиль. Он больше, изящнее и в конце концов роскошнее, чем его предшественник. Давайте подведем итоги. Если вы едите шаурму, то, наверное, вас не заинтересует реклама Мишленовского ресторана. А если вы ходите в этот ресторан, наверное, не знаете, из чего делают эту шаурму. Это, конечно, крайние примеры, но приоритеты в нашем тесте расставлены именно так. Outlander – штуковина для тех, кто в модные рестораны ходит. И такие люди найдут для себя в этой машине много интересного и понятного. Конечно, понятно будет не все, но это не главное. Главное, что и другие посетители модного ресторана оценят ваше соответствие моде. Как-никак одна из последних новинок. Еще не так давно я рассказывал вам о ней. Из павильона Женевского автосалона. И в этой системе ценностей нездоровый аппетит – вещь не главная. Honda CR-V демонстрирует принципы разумной достаточности. Всего того, что здесь есть, за глаза хватит для того, чтобы соответствовать уровню нормального заведения, но не модного кафе. Сюда вряд ли придут люди только потому, что это модно или стильно. В Outlander придут, а сюда нет. Зато Honda подкупает семейными ценностями. Большое пространство, приемлемый комфорт и скромный расход топлива. И внешность, которая избавит жену от лишних подозрений. Я бы, во всяком случае, на такой машине не поехал в поисках случайных знакомств. Ну и цена. Та стоит около 40 тысяч. Это чуть больше 30. Та машина стоит своих денег, если вы привыкли платить за имидж. Это тоже стоит, причем до последней копейки. Но Honda CR-V есть и в комплектации побогаче. Тогда ее цена доходит до тех же заветных 40 тысяч долларов. Вот такую машину я бы покупать не стал. Во-первых, на ней устанавливается все тот же двухлитровый мотор. Более мощный в Россию пока не поставляется. А во-вторых, даже в богатой комплектации внешность этого автомобиля все равно останется без изменений. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ